Он работает по-молчанию, а он у него куда-то не мог. И четырех сентября, пожалуйста, прощай. Ну не по-моему, да, четырех сентября, нет, нет. Вот, 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 вот. Да, пожалуйста, ну, вот. Привет, у меня, я вот прослушал два доклада очень сильно связанных. Наверное, хотелось поделиться небольшим комментарием и своим опытом. Значит, опыт по созданию инкубатора. Значит, если посмотреть то, что у нас получилось в результате, значит, скажу сразу, проект не просто сложный, проект очень сложный. То есть, когда смотришь на него, вот честно говорю, этого не видно. То есть, если посмотреть его реализацию, это, по-моему, штуки четыре шаблонов и, по-моему, три бота. Понимаете, да? Это вот реализация, а, ну и там страничка вводная, страничка формы. Все, это реализация инкубатора. В общем, ребята, я хочу вам сказать, что проект очень сложный. Вот за счет чего это было достигнуто? Ну, не побоюсь этого слова, за счет грамотной координации. То есть, вот, я могу сказать, в чем состояла очень во многом моя работа по созданию инкубатора. Приходит человек, о, давай вот это вот сделаем. Ну, давайте подумаем. Это надо? Это поможет? Ну, в общем, наверное, это будет красиво. Причем, я хочу сказать, что инкубатор был сделан очень малыми силами. Значит, чем это достигалось? То есть, ресурсов у нас было в инкубаторе очень мало. Но за счет того, что мы не делали лишнюю работу, и мы делали только нужную работу, и каждый шаг, который мы делали, вот я не знаю, там есть интернет или нету, вот посмотреть главный шаблон инкубатора. Вот, если есть инкубатор, то можно зайти, там, посмотреть некоторые, если есть интернет, можно зайти, я там некоторые вещи объясню. Вот, то есть, понимаете, вот основной шаблон инкубатора, что он делает? Он несет информационную функцию для того, кто вообще просто заходит, незнакомый человек. Он несет функцию мини-справочника для начинающего автора. Куда ему обратиться за помощью, там все-все-все-все-все. Вот, то есть, вот одна простая вещь, она решает целый пласт оргзадач, да? Вот, к чему я это? А, да, ну вот, очень во многом моя работа заключалась в том, что либо взять идею и довести ее до совершенства, и только после этого реализовывать, либо сказать, о, круто, делаем, и все силы бросились, и оно очень быстро и очень качественно делается. Я подключил, у нас 6 минут осталось. А, все, понял. Вот, значит, и у меня возникла такая идея создания некого, ну, скажем так, координационного центра по вот такой вот работе, потому что у нас очень много качественных бодописателей и скриптописателей. Вот, но каждый делает что-то в разнобой, тут что-то недоделал, кому-то не понравилось, он начал писать свой шаблон. То есть, технически, грамотно, эргономически неудобно, все это висит. И вот получается вот такая вот жуткая каша. То есть, ресурсов, вообще говоря, ресурсов, ну, в разы больше, чем их реально надо. Вот, ну, вот какая-то вот пока, может быть, сырая сумбурная мысль. Предложение. Предложение как-чего? Ну, составь как-то. Предложение, ну, скажем так, да, я просто с одной стороны представил, что да, я такую работу люблю, и я бы мог взять ее на себя. Вот, с другой стороны, я тут же вспомнил про инкубатор и понял, что... Что это такое, да? Ты еще один инкубатор тебе не пережил. ...в обсуждении реализации некоторых идей, которые струкнулированы... Должно поступать. Окей. Следующий вопрос есть какой-то? Ну, у меня не вопрос, у меня пара, пара комментариев. Значит, во-первых, по поводу структуризации форума, насколько я помню, в свое время активно обсуждался и даже использовался на некоторых лике фонда такой механизм, как liquid press. В общем, да, он использовался, но вроде как оказался слишком тяжелым и так далее, и так далее. В общем, пока... По-моему, он очень тяжелый. Никто не это. И второй момент насчет создания статей из болванок, в принципе, как бы технически, это может... Ну, я так скажу, может, два разных варианта, да? Первый вариант через шаблон и подстановка, а второй вариант, в принципе, в медиевике есть то ли расширение, то ли... По-моему, все-таки расширение, вот, которое позволяет сразу иметь несколько болванок и при создании статьи заставляет человека выбирать из этих болванок. Это, понятно, вряд ли будет реализовано, централизовано, вот, но в принципе, как бы, если кто-то ставит свое... Я не понял, а у нас мастер статей на главной висит, вы вообще ходили через него? Там разве не то же делается? То же самое делается, что бы предлагалось. Вот на поле редактировать, просто давайте кнопочку выведем. Ну, кого надо, тут нажимать. Ну, мастер в редактировании вывести кнопочку. Ну, потому что там же есть, на поле, редактирование шабка. Ну, давайте туда иконку поставим. Ну, так это просто предложить на форуме, сделать, и чё? Нет, нинейко это она буквально там, в 10 минут или 30 секунд, просто, чтобы вы смогли показать, как это сделаем в нокубатке. То есть, вы смотрите, на мастер-чел заходят, да, создать, создать Е different, создать Афини, создать аниме, создать Аффинetera. Да, ну, мы, например, смотрим, там, создать статью Афиньи. Вот, значит, эээ... Ну, много времени, Афиня, время... Ну, чего у тебя не работает? сразу же название сразу же сюжет в ролях съемочная группа награды критика ссылки, категория, рекомендуется, интервики, все заготовки уже сразу есть и сейчас я просто хотел показать, как главный шаблон, что здесь, информационная, эта статья находится под инкубатором она может не соответствовать требованиям, ребята, не надо ее сразу удалять, да? обсудить можно на странице обсуждения статьи, но Вичок вообще не знает, что это такое, но у него сразу ссылка на страницу обсуждения этой статьи задать вопрос можно на форуме инкубатора, сразу ссылка на инкубатор, на форум инкубатора на Вичкову, да? если вам требуется помощь, поставьте, пожалуйста, дополнительную строчку, подстановка «Помочь» если вы закончили работу над статьей, то поставьте дополнительную строчку «Подстановка проверить» четкая, пошаговая инструкция для новичка, он просто либо тыргает на ссылку, либо тыргает строчку записать, а дальше наши коды все уже обрабатывают Александр, я предлагаю распространить, подумать о распространении опыта инкубатора над вставлением каких-то правильных кнопочков это вот просто как идея, но кто как уже это работает при составе новой статьи даже для опытных участников понятно, что даже опытным участникам такие вот предзаполненные поля со всеми расставленными там тегами и заголовками были бы удобны мне, например, для инкубатора я через течение двух недель, например, лично обязуюсь в инкубатор сварить две заготовки статьи про существующие валюты и про исчезнувшие из обращения обещают и сам будут пользоваться, потому что это будет еще какие-то моменты о том же то есть, что мы сделали эти статей как мы хотим создать как мы создать и о которой? а там? да, первоначальный только Java-Squid что это такое? а тематики статьи тематики, выберите тематики господа, давайте так два вопроса, то есть уже 6 часов два вопроса к докладчику И ещё, вот Вы говорите, что об объединении правок, то есть малых изменений, вот вы на счёт описания изменений, они разные, у этих двух правок? Вообще никаких. Ну что, если букву я поменял, я буду апель, я изменив букву А. Я не писал, не пишу, фактически... То есть, если одна правка орфография, то другая, то просто орфография, запятая, то это... Да вообще никакой. Хотя я тут себе сам противоречий, я предлагаю описывать правку, но малые правки, ну это же абсурдно, отдут букву, я потрачу описание на описание целое предложение. Ну, так там есть кнопочки орфографии. Да. Ну, может быть так, может быть так. Может быть так, может быть так. Может быть ещё два вопроса. Предложение. Так как у нас тут небольшой групп со всем, которые услышали об этих хороших предложениях, вот, у обоих участников есть хорошая идея, на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы большее число людей об этом услышали. Чтобы участники, там, википедии, на форуме где-то увидели вот это. И все людей почитали обсудили. Вот в Уране, в Уране, в Уране. В Уране, в Уране. Подстроюте доклады. Куда это выучат? Вот где, куда мы с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами. Да, подробно. Ребят, здесь будет такая смысл, что... Ну, то, что мы вчера разговаривали про коммуникацию. Вывести ссылку дать. Вот там, Лебед, Радущука. То есть я очень боюсь, что удастся реализовать хорошо, если 5% из того, что мы обсудили. Ну, хоть что-то. Докладчики, насколько я понимаю, готовы делиться своими мыслями где-то на публично обсуждаемых страницах. Хотим, чтобы расширить круг, круг обсудить. Тогда я думаю, что на википедии, на форуме предложения, единственная просьба к докладчикам не заниматься пушингом своих идей, а заниматься сбором информации. То есть были такие предложения, давайте обсудим. Даже если пройдет 5% от предложенного, это уже будет хорошо. Да. Просто кинуть это так. Выбедимые предложения. У меня просто предложение. Выложить доклады под страницами конференции и дать ссылки, и пусть там обсуждают. У нас есть заготовка в шаблоне конференции, заготовка под страницу результатов. В результатах конференции в идеале даются ссылки на все доклады. Что это такое? Это, значит, либо текст доклада, который представил автор, ну просто в подстраничке. Вот как у вас, например. Либо, как у Макса, это может быть ссылка на презентацию, которую он предварительно загрузил на форум. А дальше форума вообще идите туда. В данном случае это инструменты для обсуждения. Прямо там. Прямо там. На странице. На форуме. Может быть, на форуме. Можно на форуме заявить тему и сделать ссылку. Или как? Да. На форуме. На форуме это как раз. Загубировать инструменты. А вот так. Вы слышали, что имеет смысл? Ну так. Вопрос такой. Каждое положение отдельно выносить или в целом есть на форуме? Лучше отдельно. Отдельно. Да. Отдельно выносить. Некоторые ваши идеи до момента будут снесены. Это понятно. А некоторые будут долго рассуждаться. А некоторые будут сказать, давайте же быстрее формировать рабочую группу для того, чтобы это сделать. Поэтому лучше... Когда это у нас такое было? Давайте быстрее формировать. Вы шубавери постоянно. Все четыре года там разговаривают между собой? Нет. Год, когда мы пахали. Ну тогда так было. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ